Итак, друзья мои, мы продолжаем нашу с вами встречу. Я закончу для Анны Петровны. Анна Петровна, для вас закон, вот самый первый, который вы должны соблюдать. Нельзя ни в коем случае делать две вещи. Вам нельзя перенапрягать организм. Ни в коем случае нельзя. Надо ему дать возможность аккуратно и потихоньку сделать свою работу. Вот почему я сказал, что во время, что нужно для вас вот сейчас первое, первый способ или первый инструмент, это сорбенты. Потихоньку, аккуратно, 12 дней прошло, прервались, 2-3 недели отдохнули, пионы уклоняющиеся, или те препараты, которые назначил доктор. Только опять, не перенасыщать, и не надо вот сливать все в одно. Понимаете, мы с вами не сливные бачки, и наш организм не требует, он требует как раз точности вот в этой ситуации. И через 3 недели повторить снова эти 2 недели. Понимаете, опять их надо пережить. Да, и снова отдохнуть, не торопясь, никуда. И самое интересное, что с каждым проведением вот этих вот 12 дней вы будете себя чувствовать лучше, каждый раз, твёрже. Единственное, в силу того, что ситуация очень трудная у вас, очень трудная. Я вот во время этого отдыха посоветовал бы вам ещё одну народную процедуру, она известна очень, это такая процедура некоторой адаптации лёгочного аппарата, лёгочного круга кровообращения. А там у вас самые главные проблемы, как мне кажется, с пучком гиса, с лёгочным сердечным кругом кровообращения, вот это. Обычные наружные листья капусты, первые, вторые листья капусты, вот скачна. Да, как только у вас такая возможность будет. Намазать тонким слоем мёда, тонким-тонким слоем мёда внутреннюю часть этого листа. Внутреннюю часть. Понимаете? Некоторые иногда, так сказать, чуть-чуть вот так, слегка-слегка, совсем присыпают перцем, но вам это, наверное, делать не надо всё-таки, это будет чересчур, да, и укладывать на грудь, обвязаться бы или тёпленькую кофточку такую достаточно плотную, чтобы этот лист держался на груди, и так спать. Держать этот лист, пока он просто не высохнет у вас и не отстанет от этого. И легче дышать будет, и кровь потихонечку будет, так сказать, двигаться лучше. Вот это тоже для вас очень и очень важно. Алло. Алло. Здравствуйте. День добрый. Меня интересует вопрос такой. После 12-дневного очищения у меня очень сильно болят суставы ног и вообще суставы. Никак не могу справиться с этой проблемой. Да, а как вас зовут? Валентина. А отчество? Алексеевна. Валентина Алексеевна, скажите, пожалуйста, что за проблемы с суставами? Вы знаете, у меня... Алло. Да, что-то у нас сегодня со связью такое творится. Валентина Алексеевна, я задал вам вопрос этот не просто так. Потому что это явное обострение. И я прошу прощения. У меня ощущение, что в их лет 20 суставы лечили. Мазали всяческими, делали примочки там всевозможные, сабельники в ход пускали, еще чего-то. Ну, в общем, куча всяческих проблем. И, скорее всего, просто от незнания. Потому что суставы у нас с вами начинают болеть тогда, когда в них перестает поступать кровь. Понимаете, когда в наших суставах перестают работать сосуды. Когда их, этих сосудов, действующих сосудов, остается очень мало. Вот чем надо заниматься. И тогда, когда вы провели первые 12 дней вот этих вот насорбентах, у вас, наконец, вот эти механизмы, связанные и с питанием суставов, и с очищением, детоксикацией суставов, они начали работать. И у вас начались обострения, которые раньше вы загоняли чем только возможно вглубь. Вот в чем проблема. Как вам поступить в этой ситуации? Пожалуйста. Во время этих 12 дней ничего не надо, кроме одного. Так сказать, как мне кажется, вот там, вам, Валентина Петровна, есть такой препарат, называется Кара-Ивы. Чем она хороша? Ну, во-первых, она улучшает состояние крови, реологию крови. Соответственно, кровь становится более проникающей, более текучей, поэтому и начинает более активно поступать в наши больные ткани суставов. В первую очередь, это и костная ткань, это хрящи, это связки, связочные аппараты и так далее. Потому что там, в этих тканях, сосудики самые мелкие в нашем организме, самые мелкие. Потому что они должны быть очень плотными, они ведь держат нас, целиком наше тело. Так вот, Кара-Ивы начинает помогать проникать крови более активно в эти больные ткани. Это первое. Второе, что нам с вами надо делать. Вот для того, чтобы, так сказать, усилить, что делает, точнее, что делает Кара-Ивы. В Кара-Ивы очень высокий процент ацетилсалитиловых соединений, то есть аспириноподобных соединений. Они разжижают кровь, а самое главное, они еще обладают таким достаточно мощным противовоспалительным действием. Так, как и всякие препараты на основе аспирина. Их много. Вот как раз при болезнях опорно-двигательного аппарата используются как раз в основном препараты аспиринового ряда. Тот же метод рексат и все остальные – это противовоспалительные препараты. Так вот, Кара-Ивы будет и с этой стороны вам помогать. И в-третьих, что будет происходить тогда, когда вы начнете этим пользоваться? Улучшится текучесть крови. Соответственно, очищение, освобождение сосудов в больных суставах, где существуют такие отечные явления, достаточно реакции, достаточно активно. Кровь начнет поступать и начнет выносить оттуда продукты воспаления. Поэтому начнет потихонечку вот эти вот боли и воспалительные процессы стихать. Вот что очень важно нам с вами понять. Понимаете? А вот все, что вы в себя вот закладываете килограммами, это вот, прошу прощения, так сказать, вам мало что поможет. Надо понимать, что происходит там. Понимаете? Вот это главное. А главное, так сказать, во всем этом деле, то, что благодаря нехорошей проходимости сосудов, которые осуществляют жизнь наших суставов в соединительной ткани, костей, хрящей и так далее, они нехороши, они не пропускают кровь в больные суставы, и поэтому там эти воспалительные процессы все время, мало того, что сохраняются, они еще и приводят к тому, что там образуются и солевые осадки, и все, и хрящи начинают стираться. Вот в чем дело, вот почему возникает боль. Понимаете? Больше, наверное, я ничего особо не могу сказать, потому что, ну, мы не договорились с вами, Валентина Алексеевна, к сожалению великому, это не моя вина. Алло, я слушаю. Алло, добрый день. Добрый день. Анатолий Алексеевич, я вот хотел вас спросить, вы говорите, что надо пить воды каждый день. Да. Ну, у меня хронический простатит, и я не могу пить. Как это так? Ну, я хожу в туалет по ночам очень часто, ну, где-то до 4-5 раз. Я понимаю, ну, вы понимаете, какая штука? Значит, старайтесь за 2 часа до сна не пить. Но в течение дня обязательно, понимаете? Если вы не будете пить, к сожалению великому, вы не справитесь с простатитом вашим. И вот еще... Сейчас, один момент, как вас зовут? Валерий Евгеньевич. Валерий Евгеньевич, что вам доктор назначил? Ну, он мне таблетки выписал, но у меня это сразу понизился ирекс, и, ну, ничего не было. Я испугался и не стал пить таблетки. Ну, это специфика всех противопростатических препаратов. Понимаете, это... Вот знаете что, я сегодня, вот отвечая на вопрос, вот самый первый по поводу там остеохондрозов, вот в позвоночнике, да? Давал один рецепт. Вы не запомнили его? А я записываю вашу передачу. Понятно. Значит, этот рецепт касается семян петрушки. Угу. Понятно? А еще раз можно? Просто... Да, пожалуйста. Значит, это надо найти чистые семена петрушки. Угу. Причем я вам действительно это очень советую. Найти чистые семена петрушки, надо чайную ложечку в кофемолку и размолоть в порошок. Угу. Одну чайную ложку. Угу. И ее взять, тщательно вот этот вот размолотые уже семена, положить в термос и залить одним стаканом холодной, как ни странно, воды комнатной температуры. Угу. И на восемь, на десять часов, на ночь оставить в термосе. Угу. Утром отсидеть. И вот этот стакан выпить в три приема в течение дня. Угу. Понятно? Да. И в анатолии... Сейчас, секундочку, ну, чтобы вы понимали, для чего. Вы же самого главного не спрашиваете, для чего. Ну, я волнуюсь просто. Да не надо волноваться-то. Ну, что вы, люди, мы все живые. Я первый раз в эфире. Ну, и что? Я тоже первый раз в эфире, можно сказать. Понимаете? Каждый раз. Каждый раз в первый раз. Понимаете, какая штука? Дело вот в чем. Петрушка в русских традициях известна очень давно. И как растение, которое помогает сохранить некоторые способности мужчины. Во-вторых, петрушка обладает очень хорошей способностью регуляции обменных процессов на уровне солей, минералов. И в-третьих, она обладает очень хорошей бактерицидной активностью по отношению к мочевыводящим путям. Понятно? Угу. Это почечная лоханка, это мочеточники, это простата, это мочевой пузырь. А у вас задействована вся эта цепочка. К сожалению, просто уровень простатита такой, что надо уже, так сказать, очень серьезно об этом думать. Понятно? Да, у меня не первый год, у меня уже... Ну, вот я об этом и говорю. Понимаете, именно поэтому я прошу вас использовать вот этот рецепт, он очень сильный. Ему этому рецепту уже лет 300. Понимаете, он так сохранился. Он опубликован у очень таких серьезных людей. Там есть, например, такая профессор Турова, который такие вот травники собирал. Она профессиональный биолог. И у нее даже есть этот рецепт. Значит, ну, надо быть очень аккуратным. О чем я хотел бы вас предупредить? Ни в коем случае не передозировать вот только то количество, которое я сказал. Понятно? Потому что у Петрушки есть одна особенность. Она, в общем, обладает таким некоторым психотропным действием. Она не наркотик. Она никакой привязанности и зависимости не вызывает, можете не бояться. Но вот такое вот состояние может вызвать. Понимаете? Я тогда, когда воевал со своими почками, Петрушку ел килограмм. И однажды доелся до того, что просто потерял сознание во время работы. Понимаете? Поэтому с Петрушкой надо быть очень аккуратным. Не надо передозировать ни в коем случае. И последнее, почему я советую вам Петрушку. С учетом вот всего того, что я сказал, да, она еще ко всему обладает способностью сохранить правильный баланс эстрогенов и тестостерона. Понятно? Угу. Именно поэтому никаких проблем в этой области не возникает. Анатолий Алексеевич, извините, еще один вопрос мужа. Я то еще болел в подростковом возрасте, в 15 лет заболел минигитом. Завтра у... Ну, в самой тяжелом форме минигита. Так. Забыл. Не важно, да. Ну, в общем, после этого я не болел. У меня температура была очень сильная. Женок у меня пришло в жертву, в холод бросал. В основном жена била от холода. Так. И вот, потом, после этого я в больнице не лежал, не лечился, не обследовался. Ну, это уже недавно узнал, что я минигитом болел. Вот это забыл. Ну, у вас спайки, видимо, спайки остались. Да, у меня, мне сказал врач, что он обследовал, он мне сказал, у меня три кисты и одна аденома. Кистогипофиза, гистогипоталамусы и аденома гипофиза. И плюс гипертония у меня, я пью таблицу. Сколько? Одну таблицу в день 0,5. Нет, 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 сколько цифр и давление таблетки, ладно, это врач разберется. А, ну, где, я уже давно не видел. Ну, где-то, не помню. Ну, тогда, когда вам назначали таблетки, сколько было? Я не помню, давно мог в больнице лежать. Уже, наверное, 4-5 лет прошло. Да. И вы до сих пор принимаете эти таблетки? Да. Но без них я никак не могу, иначе у меня давление. У меня глаза... А как вы знаете, есть у вас давление или нет, если вы его не мерите? Ага, ну... Ну, я чувствую. Не надо мне рассказывать про чувства, знаете, какая вещь, не надо. Я, так сказать, знаю, о чем говорю. Понимаете, я одно время так себя потрясающе чувствовал, думал, что просто летаю. А выяснилось, у меня 100 под 200 давлений скакнуло. Там, на определенной почве. Понимаете? Ну, у меня, Анатолий Алексеевич, у меня еще внутричерепное давление. Я пью это таблетки Беналген. Значит, смотрите, что я попрошу вас сделать. Ну, не всегда, когда голова сильная. Я понимаю, да. Есть такие вот залмановские ванны. Вы знаете, так сказать, о чем я говорю. Угу. Значит, желтый раствор. Угу. Только с желтым раствором. Но в эти ванны вам надо добавлять обязательно 1 килограмм каменной соли на каждую ванну. Угу. 1 килограмм каменной соли и, наверное, грамм 50. Да, 2 столовых ложки полные верхом соли магнезии. Угу. Для чего? Соль магнезии снимает внутри, помогает организму справиться с внутричерепным давлением. Угу. Потому что внутричерепное давление у вас явно возникает в силу спаечных процессов, которые, так сказать, ну вот в результате менингитос состоялись. Понятно? Ванны плюс желтая эмульсия в одной ванне, в одном флаконе. Понятно? Да. Значит, таких ванн вам надо сделать 17. Вам советую делать эти ванны через 2 дня на третий. Угу. Не стремиться к очень высоким температурам. Максимальная температура у вас должна быть 40, не более. Угу. Понятно? Да. Но подходить к этой температуре надо аккуратно. Начинать надо с 38 градусов, невзирая ни на что. Понятно? Да. Ванны залмановские все равно будут работать. И будет работать соль, и будет работать магнезия. Понятно? Да. Три-четыре ванны до 38, три-четыре ванны дальше до 39, и дальше уже переходите к 40, не выходя за пределы 40. Угу. Понятно? Да. Время пребывания, так сказать, вот медленно поднимать температуру, вот при 38 градусах у вас длительность ванны будет где-то 15 минут. Понятно? Да. У вас потом, вот это время проведения ванн будет увеличиваться на 1-2 минуты, ну, в силу того, что вам надо поднимать до более высоких температур. Понятно, да? Значит, они будут длиться 17-18 минут. Поняли? Да. Не забывайте, что последняя температура должна быть не менее и не более 4 минут. Угу. Понятно? Да. Для чего я вам, так сказать, даю эти вот самые... Обязательно контролировать давление. Обязательно. Потому что давление может начать падать. Те препараты, которые, так сказать, вы будете принимать, понимаете, да? Они усилят этот вот спад давления артериального. И поэтому у вас может возникнуть гипотонический... Гипотонический криз. Это совсем нехорошо. Угу. Поэтому давление коррегировать... Не коррегировать, а отслеживать обязательно. Особенно перед ваннами. Понятно? Да. Я вас... Я прошу, иначе я потом буду себя всю жизнь казнить. Понятно? Да. Это надо обязательно делать. Угу. И теперь, значит, еще одна вещь. Это, кстати сказать, будет очень хорошо вам помогать и вот с той первой проблемой, о которой вы говорите. Эти ванны. И я бы советовал вам этот цикл ванн повторить не один раз, а раза три. Почему? Потому что в эффективности желтых залмановских ванн отмечается один замечательный совершенно эффект. Эффект этот называется... Он очень хорошо помогает организму справиться с... Эти ванны. Помогают справиться с паечными процессами. Угу. Понятно, да? Вот эти вот спаечки разобрать. Восстановить правильный кровоток. Понимаете? Угу. Вот чтобы... Но это сразу никогда не придет, понимаете? Потому что уже, видимо, очень давно сформировались эти спайки, и организм к ним адаптировался. Поэтому три-четыре раза нужно будет обязательно повторить эти циклы ванн. Да? Угу. Вполне возможно, что у вас и с аденомой, и с кистами, которые есть, намного лучше будет ситуация. Но все-таки раз в три месяца хотя бы контроль делать. Понятно? Да. Ну, понимаете, Анатолий Алексеевич. Я почему вам говорю? Потому что у меня есть о контроле. Потому что есть просто конкретный случай. В нашей вот этой вот практике, помоги себе сам, семейного доктора. Значит, он касается неоперабельной, доброкачественной опухоли слухового нерва. Достаточно серьезная такая проблема. И вот мы с этим человеком уже держим это образование уже порядка четырех или пяти лет в идеальном состоянии. Он, правда, делает все время, там, раз в полгода он делает томографию с тем, чтобы посмотреть, как там происходят дела. Она потихонечку там по миллиметру, потихонечку уменьшается. Вот такие неприятные эффекты от нее все ушли. Она, конечно, есть. Врать не буду. Но чувствует он себя совершенно здоровым человеком. Понятно? Да. Вы понимаете, у меня там даже настолько вот эти кисты в ней мешают, что у меня даже как бы, типа, бокового зрения нет правого. Понимаете? У меня как бы... Значит, я хочу вам сказать так. Понимаете, Валерий Евгеньевич. Прикрыт очень сильно. Валерий Евгеньевич. Да, да. Значит, проблема вот в чем. Проблему ваш с таблетками решить нельзя. И никакими травками решить нельзя. Понимаете? Это проблема детоксикации организма. У вас, если вот взять реки Вега, это четвертая-пятая стадия интоксикации организма. Понимаете? И она очень неприятна, потому что она грозит еще более тяжелыми всякими последствиями. Поэтому я... Извините, как будто глаза у меня вот не сильно открыты, но как будто они прикрыты. Я понимаю, о чем идет речь. Я понимаю, о чем идет речь. Понимаете? И поэтому я вас хочу предупредить. Нельзя пускать на самотек. Вы спустя рукава, честно говоря, относитесь к себе. Забыв, что вы взрослый мужик, и нормально от себя держать. Надо отслеживать две вещи. Обязательно отслеживать. Это, во-первых, надо хотя бы сдавать на ПСА с точки зрения простатита, с тем, чтобы не допустить там каких-то неприятностей, связанных с перерождением аденомы. Потому что у вас явно не простатит, а у вас аденомы уже простаты. Понимаете? Это первое. И второе, так сказать, обязательно, особенно это касается аденомы и гипофизы. Понимаете? Это надо отслеживать. Хотя бы раз в полгода. Понятно? Угу. Обязательно, Валерий Евгеньевич. Да. Обязательно. Я не пугаю, но это очень важно. Да нет, я не боюсь, я верю вам. Ну, вы понимаете? Да, потому что результаты есть и очень хорошие. Так, извините, я перебиваю. А расфорсация обкуль может или нет? Может. Может. Если имеется в виду аденому, да. Ну, я имею в виду и кистой, и аденому. Я все понимаю. Да, вот с кистой надо, еще раз повторяю, в силу спаечных процессов это довольно затруднено. Но есть вещи, о которых я, к сожалению, великому в телевизионном эфире говорить не могу. Антонина Александровна подскажет вам, так сказать, как нам с вами более, может быть, точно проконсультировать эту проблему. Ладно? Угу. Потому что у меня остается 20 секунд нынешнего времени. Друзья мои, мы с вами продолжим наш разговор через неделю. Я снова, видимо, так сказать, буду отвечать на ваши вопросы. Но давайте все-таки вернемся к нашей теме. Ну, а за это время я подготовлю вот этот учебный материал по поводу формирования программ оздоровления. Всего доброго! Здоровья вам!